Всем привет! Вспомните сказки или мультики, которые вы читали и смотрели в детстве. Обычно в таких сказках и мультиках жадные персонажи представлены в очень омерзительных образах и скорее всего это справедливо. Поэтому сегодня мы поговорим про то, что вообще означает жадный человек. Тот, кто знает цену деньгам, рационально ими распоряжается и не тратит лишнего. Скорее всего это не жадный человек. Тот, кто стремится к некой недостижимой точке больше всех или получить все бесплатно хочет. Наверное да, это что-то ближе уже к жадному человеку. Каждый из вас может придумать свое определение, может быть более меткое и более точное. Просто про каких-то людей говорят, что они жадные, нерациональные, нерасчетливые, а именно жадные. И всем и так понятно, что это значит. Жадность губительна именно для самого носителя, ведь другие как-нибудь обойдут его стороной. Есть три очень четкие цитаты про жадность. Первая цитата. Жадный беден всегда. Беден не в значении, что у него пустые карманы или худшая крыша у дома. Беден в том, что он не умеет наслаждаться жизнью, пользоваться какими-то благами, на радость себе и близким людям. Скупость, которая граничит жадностью, это неспособность жить расслабленно, гармонично, а значит и не жить счастливо. Следующая цитата. Скупость это постоянная бедность в страхе перед нищетой. Пожалуй, это и есть то самое определение жадности, которое мы с вами ищем. Почему человек старается потреблять как можно больше? Как-то странно все копит и прячет свои деньги по разным баночкам, потому что он боится, что завтра все потеряет. А эти баночки хоть какая-то зацепка. Но если мы не переживаем эту жизнь со вкусом, с удовольствием, то это и есть какой-то черновик. Это просто жизнь в постоянном страхе перед нищетой. Следующая цитата. Жадность и счастье никогда не встречаются друг с другом. И это совершенно правда. Подумайте, много ли вы видели счастливых людей, но жадных людей? Пусть у них есть недвижимость, бизнес, возможность для благополучной жизни, но все равно что-то идет не так. Таких людей либо все ненавидят, либо подставляют, либо пытаются обмануть. В итоге они все равно теряют больше. Либо в их жизни посредством некого расчета вселенной просто случается так, что они теряют все и сразу. Если этот урок их не научит, то в следующий раз они потеряют еще больше. Все эти фразы очень хорошо рассматривают понятие жадности. Не зря же есть народная мудрость, очень умная, которая говорит одной рукой собирай, а другой раздавай. Потому что во всем нужен баланс и гармония.